Расскажите о проблеме в вашей семье, с которой вы столкнулись и с которой приехали сюда. Знаете, лет 8 тому назад мы столкнулись с этой проблемой и как-то очень наивно сами для себя думали, что она не то что разрешится сама собой, потому что были периоды, когда она вроде бы как уже и были мы на пути к разрешению, и все это возвращалось на кровь не своя. И вот наступил такой момент, когда мы абсолютно однозначно поняли, что не действовать и не предпринимать каких-то радикальных мер, это уже нельзя, это уже абсолютно четко ведет к гибели. И не только его, кстати, а гибель всей семьи, потому что когда у тебя в семье наркоман, это абсолютно однозначно. Поебают все, появляются взаимоотношения нормальные между мужем и женой, появляется нормальный вообще уклад жизни, и ты уже кроме этой проблемы, кроме этого моря, ты не видишь ничего вокруг себя, ничего. Ехали мы сюда с необыкновенной надеждой, вот с необыкновенной просто надеждой, как последняя соломенка, потому что были наслышаны, мы видели эту клинику в интернете, конкретно эту клинику, у нас как-то вопросы не стояло о том, что что-то там, ну вот мы на нее такие возлагали надежды, я очень, кстати, надеюсь, что, ну это были, ну не пустые надежды, что они по многому оправдаются, очень надеюсь на это. Вот. Я могу вот сказать, почему мне дает почву для надежд пребывания в этой клинике. Знаете, абсолютно, абсолютно нетипично, вот как бы было понимание, клиника, ну это что-то медицинское учреждение, это должны быть какие-то, тем более клиника, где лечат наркоманов, должны быть жесткие условия, жесткие рамки, и без этого, в общем-то, нельзя. Здесь, здесь все необычно, здесь вот настолько все необычно, здесь лечит даже вот сама атмосфера. Я вот приезжала домой, вот был у меня момент, когда я отлучалась, я говорила, там дышится по-другому, там как-то душа раскрывается, и что меня совершенно поражает, когда вот психотерапевты, психологи, которые с нами работают, когда они о наших детях, которых мы подчас считаем, ну, опустившимися на дно, не личностями, они уже вообще никто и ничто, и они подчас себя такими считают. Вот здесь они говорят, наши ребята. Причем, вы знаете, психотерапевты, они ведь не лукавят, когда они называют, и врачи, они говорят, наши ребята, они действительно в них видят оступившихся, опустившихся, но все равно людей, которые имеют право на жизнь, и они, вот они, может быть, даже своей надеждой, их совершенно делают другими, и нас делают другими. Совершенно потрясающая сторона другая, я, кстати, ехал, я в этом чувствовал, колоссальную потребность, что мы, ну, к сожалению, вот так мы пока вот живем в таком мире, когда родителям, которые не меньше помощи нуждаются, психологической помощи, мы ее не можем, ну, не можем, ну, в ряде объективных причин мы ее не можем получить. Здесь же, здесь же нас учат совершенно размежевать проблему, ну, проблема-то общая, ну, подойти к ее решению по-разному. Вы знаете, мы уезжаем отсюда родители, ну, вот абсолютно другими. Ну, вот абсолютно другими людьми. И мы очень четко видим, как нам нужно нашу жизнь, как нам нашу жизнь построить, и построив ее по-другому, мы наверняка, ну, я не знаю, ну, мы огромный багаж заложим в само дело выздоровления наших детей. Вот за это, ну, необыкновенная благодарность. Ну, если говорить о том, что, ну, как бы о специфике пребывания, здесь все необычно. Ну, вот здесь абсолютно все необычно. Кроме медикаментозного лечения, совершенно необычно для нашего мира серьезнейшие психотренинги, группы, на которых они могут раскрываться. Работа с, ну, воздействие непосредственно на их физическое тело, я не имею в виду медикаментозное, и эти криосауны, и это йога, и эти массажи, и этот спорт, это настолько, ну, в них это пробуждает то, чего они вообще абсолютно, наверное, давным-давно забыли, что в них есть физическое, нормальное, человеческое начало. Не только вот начало здесь, а, ну, то есть, я бы вообще, как бы это пафосно не звучало, их как-то здесь вот заново рождаю. По крайней мере, в них вселяют надежду на то, что им здесь, как заново рожденным, дают шанс на абсолютно, думаю, качественную жизнь. Может, вы меня чувствуете, потому что я... Ладно, не-не, я прям приятно слышать такие слова. Ну, вы, в общем-то, ответили практически на все вопросы, которые я и хотел задать. Ну, я просто не знал, думаю, может, вы как-то последоваете, но это действительно то, что я чувствую, знаете, это вот то, что мы чувствуем, может быть, что-то, ну, а слова, ну, как бы, постфактум, это, конечно, слова благодарности не было. Я, честно говоря, когда перешагнула порог клиники, вот я по-честному, я думала, что, ну, клиника доктора Васильенко, это имя, это бренд, это, я почему-то думала, что, ну, вот непосредственно участие Виталия Ивановича, ну, как бы, ну, наверное, уже вот, ну, такого непосредственного участия, проблемы в процессе, лечения он не принимает, но тут мало того, что его методикой, ну, совершенно, я думаю, равных вообще нет, мне как непрофессионалу трудно об этом судить, но когда я смотрю, как все на сеансах, как все доктора, психотерапевты, как они, знаете, они тоже этим живут. То есть, вообще, вот что я хотела сказать, что здесь люди не работают, здесь, здесь люди, вот мне кажется, они совершают подвиг человеческий, они здесь трудятся не потому, что, ну, потому что они получают зарплату, потому что это, как бы, вот здесь они посвящают свою жизнь, вот они просто себя посвящают этому делу. Ну, вот точно так же, как Виталий Иванович посвящает этому делу себя, и вот здесь уже единая команда, которая просто себя отдает на это. Ну, я не знаю, это не просто дорого стоит, этому, этому, ну, оценки этому невозможно набирать. Поэтому каждый, кто здесь побывал, ну, с необыкновенным чувством благодарности выезжает. Искренним думал, думал, невозможно. Спасибо большое за эти слова, вы как-то аж меня окрылили еще больше своими словами. Поверьте, это абсолютно искренне, абсолютно искренне. Я не знаю, что это хорошо.